Давайте, Марина Владимировна, покажем, как мы кровь сдаём. Наталья Юрьевна с раннего утра натощак сдаёт кровь на глюкозу и холестерин. Это минимум анализов, которые необходимо сдать на первом этапе диспансеризации. Она считает, что это явно недостаточно, чтобы понять, здоров ли человек. Полная диспансеризация – это когда проходишь КТ, МРТ, чтобы всё видно было, потому что тебе задают вопросы, что беспокоит, что волнует. Вроде ничего. А бывает, там кольнёт, здесь кольнёт, а в сосуды наши, а органы. Опять-таки, у людей очень много всяких, как тут посмотришь в передаче, живут гадов в организме. Как это проверяется? С этого года объём исследований в рамках диспансеризации сокращён. Больше не нужно сдавать мочу, а также клинический анализ крови убрали из обследования и УЗИ брюшной полости. Для удобства населения оставили самые информативные и значимые для выявления наиболее распространённых патологий и предпосылок к ним. Это как профилактика здоровья. А профосмотр, если ещё включают туда общий анализ крови, это может быть анемия, может быть какой-то воспалительный процесс. И потом уже идут к какому-то врачу. Врач уже терапевт смотрит и отправляет или к эндокринологу, если сахар повышенный, или терапевт смотрит дальше, если уровень холестерина повышенного, они назначают расширенный точнее холестерин и уже смотрят на это показание и уже назначают соответствующее лечение. После заказа карточки в регистратуре жители Ивантеевки проходят в 218 кабинет. Здесь медсёстры и фельдшеры помогают заполнить анкету опросник на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска, измеряют рост и вес, давление. Сейчас встаем, пожалуйста. Спектр обследований определенный для каждой возрастной группы. Женщин 79-го года рождения и старше направляют на маммографию. Они когда приходят за результатом, конечно, все нервничают, потому что переживают. У кого-то у родственников, у кого-то по какой-то линии идёт, это всё генетически передаётся. И когда приходят результаты отрицательные, то есть они все счастливы. Ну и бывают плохие новости, конечно. Но онкология. Очень много онкологии. А онкологию выявляют всё чаще. В прошлом году опухоли молочной железы только по результатам диспансеризации были обнаружены у трёх жительниц Ивантеевки. Благодаря диспансеризации на ранней стадии. Надо сказать, что, конечно, онкологические заболевания действительно, скажем так, поднимают голову, как мы говорим. И вот рак молочной железы выходит на первое место не только у нас, во всём мире. Действительно увеличилась выявляемость этого рака. Поэтому, несмотря на то, что с 39 лет мы женщинам в репродуктированном возрасте по диспансеризации рекомендуем раз в три года сделать маммографию. Но в рамках ОМС, вне рамок диспансеризации, мы всё равно ориентируемся на частоту раз в два года. Независимо ни от чего. А некоторым женщинам, конечно, по рекомендациям специалистов и чаще. Какие у вас цифры давления, чтобы я видела ответ на лечение, которое я вам даю. Также благодаря диспансеризации в прошлом году у 187 жителей города были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы. У 21-го Ивантеевца сахарный диабет, у 1-го туберкулёз. С этого года в диспансеризацию первого этапа добавлено индивидуальное профилактическое консультирование. Ну, очередей нет. Сейчас намного лучше стало всё это дело проходить. Сегодня люди не очень акцентированы на сохранении своего здоровья. Как-то они не понимают, что когда ничего не болит, нужно идти ко врачу. То есть это нужно доносить до людей. Поэтому, конечно, мы пользуемся каждой возможностью, когда человек обращается в поликлинику. И пользуясь случаем, что вот у меня такая огромная аудитория, я бы хотела обратиться ко всем гражданам, которые приходят к нам. Пожалуйста, не воспринимайте в штыки, когда мы вас направляем на диспансеризацию. Мы делаем это для вашего блага. Мы, как медики, прекрасно понимаем, что это необходимо для человека, что самый эффективный метод лечения в медицине – это на самом деле профилактика. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим данным вам государством, бесплатным методом сохранения своего здоровья и предотвращения преждевременной инвалидности и преждевременной смертности наших граждан. С начала года полностью диспансеризацию в Ивантеевке прошли более 150 жителей. Всего планируется, что диспансеризация охватит более 10,5 тысяч ивантеевцев. Еще более 6 тысяч человек примут участие в профосмотрах.